Прежде чем мы начнем обзор Оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан Которое произошло у нас вчера Хотел бы объяснить то странное недоразумение Которое случилось с нашим стримом буквально накануне В минувшее воскресенье у нас прошел 73-й стрим открытой политики Ну, так как проходил он в те же минуты, что и финал чемпионата мира по футболу Народу на этом стриме было несколько меньше, чем обычно И вот примерно через 3-4 часа после того, как он закончился И был выложен уже в виде видеозаписи на нашем канале Этот стрим исчез с канала Мы разбирались некоторое время и выяснили, что сервис YouTube по ошибке заблокировал это видео Сочтя его каким-то экстремистским, призывающим к каким-то нехорошим действиям Но, впрочем, после краткого разбирательства, буквально через час-полтора Видео было выложено обратно с извинениями Что говорит о том, что временная, краткосрочная, но поправимая паранойя Постигает не только Вадима Искандарова в Стерель-Тамаке Но и даже такие уважаемые видеохостинги, как YouTube И видеосервисы, как YouTube В общем, все нормально Тем, кто хочет и кто не смог из-за футбола посмотреть наш стрим номер 73 Милости просим, теперь он доступен на нашем канале Оперативное совещание в правительстве республики В этот раз вели двое из ларца Толкачев и Хабиров Назаров был в Москве Присутствовал незримо, но по видеосвязи Хабиров вообще всю эту оперативку провел в формате Обзора неких достижений, которые смог наскрести по сусекам Ну и в формате бесконечных повторений Неких новостей будущего О том, как все будет хорошо, но не скоро И все это крутилось и повторялось В общем, конечно, оперативка была достаточно скучная Начал Хабиров с похвалы в адрес Илшата Тажетдинова Даже пообещал его чем-нибудь наградить Экономическая зона Алга По сведениям Хабирова Переместилась на восьмое место в Российской Федерации И стала самой динамично развивающейся особой экономической зоной Хабиров утверждал, что это большое событие на самом деле Но, впрочем, по поводу Алги был целый доклад, о котором мы поговорим далее Также Хабиров упомянул, что в ходе недели бизнеса Которая прошла у нас на минувшей неделе Подписано, наконец, концессионное соглашение о строительстве кампуса Ну, честно говоря, я уже сбился со счета В который раз уже все было решено окончательно Теперь уже решено окончательно С некой компанией Эталон Подписано концессионное соглашение аж на целых 27 миллиардов рублей Цена растет В итоге Хабиров утверждает, что Экью Парк Это вот та самая злосчастная голубая бочка на улице Заки Валиди Будет открыт в декабре 23-го года То есть еще год Кстати говоря, бочка эта полностью готова И ее с такой яростью втюхивали государственному бюджету все те же Сидякин и Стрижнев Что это непонятно, что там будет происходить еще целый год Потому что, когда они ее там продавали, государство утверждалось, что она полностью готова, эта бочка Ну, затем, естественно, показали нам слайды из научно-фантастического фильма Где небоскребы зеркальные упираются в небо Намекая на то, что примерно так будет выглядеть этот межвузовский, межгалактический кампус И конечные сроки, когда кампус должен быть построен, уже переместились на 2026 год Ну, как я и говорил, главной задачей всей этой затеи, всей этой операции Было продать вот эту голубую бочку государству Потому что, на самом деле, она больше никому не нужна И задача эта достигнута Значит, голубая бочка продана государству Еще мы будем разбираться, за сколько приобрели вот эту вот странную недвижимость Кто там был настоящим собственником, кто был формальным собственником Это еще у нас предстоит Но вот задача решена А будет ли к 2026 году там город-сад и упрутся ли небоскребы в небо Это еще большой вопрос Завершил вступление к оперативному совещанию Хабиров и вовсе неожиданным образом Почему-то заговорив о башкирской содовой компании В разрезе ее участия в помощи мобилизованным СВО Скрывать не буду башкирская содовая компания С момента начала специальной военной операции Складывать самые большие усилия по поддержке И мобилизованных, и наших добровольческих батальонов За это и всем коллегам руководства башкирской содовой компании огромное спасибо Хабиров без всякого перехода и смены темы Вдруг заявил, что именно БСК обеспечило максимальный вклад В дело поддержки вот этих вот добровольческих батальонов и мобилизованных Зачем это было сказано, так и осталось загадкой Далее выступила госпожа Прочаковская с первым докладом этой оперативки С докладом о текущей ситуации в социальных сетях Елена Анатольевна, заламывая руки, сетовала на несознательных граждан Для них, дескать, так много делается и беззаветно служит им Дорогой Ради Фаритович, и все правительство убивается на своих постах А эти граждане несносно продолжают и продолжают безответственно жаловаться Тема жилищно-коммунального хозяйства у нас по обращениям жителей в социальных сетях На первом месте чуть меньше на 78 обращений, чем на прошлой неделе Но тем не менее на первом месте здесь и уборка снега Здесь и отключение электроэнергии Здесь и меньшей степени вывоз мусора Но связано это и с уборкой снега туда, куда не смогли доехать Природные условия такие у нас Жалуются они на ЖКХ, на соцобслуживание, на благоустройство На медицину, дороги, мобилизацию Образование, строительство, транспорт и экологию Вот примерно в таком порядке и по такому ранжиру Расположены жалобы на прошлой неделе со стороны безответственных жителей республики Башкортостан Они совершенно бессовестно жалуются на плохую уборку снега На отключение электроэнергии Ну, не понимают граждане, что борьба с нацизмом во всем мире важнее всех вот этих мелочей И нужно чем-то жертвовать ради такой борьбы Ну, граждане безответственно продолжают сетовать на свои бытовые условия Также госпожа Прочаковская отметила, что не снижается количество жалоб На проблемы с записью в медицинские учреждения, записью на прием к врачу Мы видим с вами звонки, их за прошлую неделю много, 19 тысяч И если смотреть на понедельник, это нижняя шкала, 12 декабря было 5842 звонка Минус на тысячу по отношению к прошлой неделе, но тоже достаточно много В основном это запись на прием врачу Продолжает оставаться очень много, несмотря на героические усилия Министерства здравоохранения Республики Башкортостан К сожалению, ни Елена Прочаковская, ни Министерство здравоохранения Во главе с своим орденоносным министром Ни сам в конечном итоге Хабиров не понимают Что проблема записи к врачу лежит вовсе не в том Что там кому-то неизвестен телефон Или кто-то не знает, что в субботу-воскресенье тоже можно вызвать врача Проблема эта лежит в плоскости того Что в Республике Башкортостан катастрофически не хватает самих врачей И сколько бы телефонных линий к ним не протянул министр здравоохранения Как бы ни заставил он принимать заявки в субботу-воскресенье Или даже по ночам Все равно врачей будет не хватать В некоторых малых городах и средних городах, кстати, тоже Узких специалистов нет вовсе Закрываются родильные отделения Буквально вчера пришла новость о том Что закрывается специальное медицинское учреждение Для детей больных астмой и так далее В то время, когда они сами же сокращают финансирование Министерства здравоохранения Сокращают количество врачей Они же начинают недоумевать Почему же к ним невозможно записаться Ну, в общем, конечно, мера идиотизма этой ситуации Пожалуй, что бездонна И пока вот эти Прочаковские, Хабировы и прочие Рахматулины не поймут, в чем проблема Проблема эта решена не будет Кстати говоря, министра здравоохранения Кавалера ордена Луки Крымского Азата Рахматулина не было на оперативке Но не знаю, по какой причине Может быть, теперь ему просто не починул С таким-то орденом ходить на заседание К всяким Хабировым В общем, докладывал об эпидемиологической обстановке Заместитель министра здравоохранения Азат Рахматуллин Они там, в принципе, все Рахматулины Так что проблем особых нет И разницы тоже никакой нет Этот самый Азат Рахматуллин Заместитель министра Бодренько доложил о том, что в Башкирии В общей сложности инфицировано Ковидом-19 за все время 339 801 человек В больницах на данный момент 192 больных Амбулаторно лечится 1929 Прирост за сутки составил 223 заболевших ковидом И вообще коэффициент распространения ковид-19 За последние три недели резко вырос С 0,9 до 1,2 Также Минздрав констатирует Рост заболеваемости у РВИ Уже почти 405 тысяч человек В Башкирии заболели Или переболели у РВИ За осенне-зимний период В общем, Хабиров это дело все выслушал Велел всем беречься от УРВИ Ну и особых комментариев на этот счет не давал Безусловно фиксируем рост заболеваемости у РВИ И гриппом Вот даже по нашим коллегам, работающим здесь Надо поберечься как-то Значит Дежурный доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах Начала, как обычно, Голованова Ирина Александровна Все еще исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Количество аварий в хозяйстве Голованова неуклонно возрастает Уже 4 аварии свыше 8 часов с отключением ресурсов случились на минувшей неделе Из них 3 в Уфе Также в Уфе произошло 23 крупных аварии продолжительностью чуть меньше 8 часов За период с 12 по 18 декабря в республике произошло 4 случая аварийного отключения коммунальных ресурсов С превышением допустимой продолжительности перерыва их предоставления Один случай в городе Сестерлитамаке 17 декабря для ликвидации утечки на наружном трубопроводе произошло отключение холодного водоснабжения Под отключением оказались 33 индивидуальных жилых строений и 98 потребителей Продолжительность отключения в 8 часов Три случая произошли в городе Уфе 13 и 15 декабря произошло аварийное отключение холодного водоснабжения на одном участке трубопровода В связи с образованием утечки Под отключением оказались 6 многоквартирных домов 21 индивидуальное жилое строение 3 социально значимых объекта Дворников в хозяйстве Головановой не прибавилось А также Ирина Александровна имела неосторожность обмолвиться Что почти все муниципалитеты завершили подготовку к Новому году Но не все Ну вот буквально не все И некоторые перенесли окончание подготовки с 20 на 28 декабря Тут Хабирова бомбануло вот буквально Он прервал Голованову и стал возмущаться Почему так поздно? Доложите, кто не справился Все у вас вот так вот идет Новогодних городков Мы как-то каждый год всегда договаривались Немножко пораньше все-таки вот эти городки А почему так поздно 25 декабря? Там Новый год уже кончится 25-го Разберитесь А Максим Васильевич Давайте так, кто вот не сделал Вот сегодня 19 декабря Мне доложите, почему это не сделали Они, а дети У нас были, помню, моменты Даже мы договаривались Городки у нас там до 10 декабря Пораньше Вы зачем? Каждый раз такое ощущение Каждый год вы вправо все сносите Сносите Вот если там не начну Там, значит, рычать И, значит, там, ну, немножко шуметь Значит, все у вас вот так вот идет Но давайте после Нового года откроем городки Немедленно сегодня займитесь и так далее Хорошо А главе Мякинского района Значит, я прошу этим заняться С гневом кричал Хабиров И закончил это все тем, что это неправильно Потребовал быстро ему на стол Список тех, кто не успел подготовиться К Новому году и так далее Ну, отчасти, конечно, он прав К 28 декабря заканчивать подготовку К новогодним праздникам Это, конечно, немножко странно Обычно это все действительно завершалось там Ну, если не к 15 декабря, то к 20 точно Тем более, учитывая, что в этом году Заданий-то особых и не было Никто ничего не покупал Нового ничего не делал Вытащили старые, облупившиеся Обломанные по краям елки Криво повтыкали их в снег Вот, собственно, и вся подготовка И даже с этим не справились некоторые муниципалитеты В общем, конечно, деградация Хабировской команды налицо Они не могут сделать даже то, что нужно просто повторить С прошлого года, вытащив из чуланов Запылившиеся предметы Вторым докладчиком этого доклада Был новый министр транспорта и дорожного строительства Господин Калибанов Который поведал нам о том, что Количество погибших в ДТП на дорогах республики Уже вплотную приблизилось к отметке в 400 К этой критической отметке Количество погибших на данный момент составляет 395 человек И по моим арифметическим прогнозам К концу года эта цифра перевалит через показатель 410 Растет также количество пьяных, задержанных за рулем Их уже наловили 12 510 человек И декабрь еще не закончился Ну, это будет, конечно, рекорд абсолютный Эта цифра точно превысит 13 тысяч человек В общем, огромное количество Впрочем, больше ни о чем господин Калибанов нам не рассказывал Был он мрачен, набычен По оперативным данным ГИБДД республики За период с 12 по 18 декабря Произошло 55 дорожно-транспортных происшествий Пострадало 65 человек Погибло 3 человека И, судя по всему, какой-то существенной Серьезной информации нам от него ожидать В ближайшее время не приходится На этом стандартные вопросы оперативки закончились И перешли к оперативной повестке Четвертым докладом оперативного совещания Был доклад первого вице-премьера правительства республики Муратова Рустама Хаммитовича Об итогах международной недели бизнеса Которая прошла на прошлой неделе Ну, Хабиров краем уже об этом обмолвался Муратов дал более развернутую информацию 3000 участников посетили это мероприятие Из них 107 были иностранцы Из 24 иностранных государств Цифра меня прямо-таки поразила Обычно уже 3-4 иностранных государства Рискуют приехать в Россию Теперь, значит, аж целых 24 Особенно примечательно, что был даже один представитель из Италии Провинция Венета не побоялась делегировать к нам Своего человека, там, по бизнесу Который бодро в кадре утверждал, что вообще все проблемы В экономике, в бизнесе и в политике Все это всего лишь пропаганда На самом деле их не существует Вот такой вот веселый парень Прибыл к нам из провинции Венета Итальянцы очень дружелюбны в отношении России Они прекрасно понимают, что идет пропаганда Муратов детально доложил по поводу концессии Которая подписана в отношении строительства Межвузовского кампуса Это какая-то компания Эталон Сначала все-таки речь шла там про АФК-систему Что-то еще кто-то Но, в общем, сейчас это конкретное предприятие Эталон Сумма концессии выросла до 27 миллиардов рублей Условия концессии И те суммы, которые мы будем выплачивать долгие годы По этой концессии, пока не называются Не факт, что вообще будут до конца обнародованы вот эти условия Они могут вполне себе спрятаться за аргументами того, что это коммерческая тайна Но схема там такая Компания, как и вот с восточным выездом, примерно та же картина Компания вот эта вкладывает вот эти 27 миллиардов На определенных условиях Часть этих денег будет вложена из бюджета республики Часть там из федерального бюджета Большая часть будет вложена концессионерам И потом долгие годы мы и наши дети будем выкупать Вот это вот, весь этот объект Через бюджет у этой компании Причем дисконт Та маржа, которая будет накинута на эту сумму Может быть практически любой Потому очень интересно поинтересоваться На самом деле, вот вложат они как бы 27 миллиардов А сколько мы будем возвращать? И какими долями? И сколько лет? Это вот очень важный вопрос Потому что, насколько мне известно С восточным выездом там была какая-то Очень нехорошая ситуация По первоначальным условиям там были совершенно кабальные условия И многократное увеличение тех сумм Которые были вложены или планировалось вложить в этот проект Также Муратов рассказал о том Что вот на этом замечательном форуме Неделя бизнеса Была одна, ну очень примечательная секция В секции там было много Но одна из них называлась следующим образом Вслушайтесь, я буду читать это название медленно Рост экономики как результат санкционных манипуляций Вот вслушайтесь в эту шизофрению Но это примерно то же самое, что если бы провели конгресс на тему Увеличение скорости бега как результат ампутации ног Вот примерно так вот это вот звучит Еще раз Рост экономики как результат санкционных манипуляций Восхитительно На этой секции виртуально по видеосвязи Присутствовала аж сама Мария Захарова Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Дистанционно эта тетя поведала Изумленной публике о том Что любые односторонние санкции По ее мнению это некий автогол в свои же ворота А в Европе по утверждению госпожи Захаровой Царит сейчас уныние и нежелание радоваться Рождеству и Новому году Обратите внимание Из-за всех этих положений Европейского Союза Им сейчас не до новогоднего настроения В общем причем здесь международный бизнес Так до конца остался непонятно Но вот такие вот секции проходили на На вот этой неделе международного бизнеса в Уфе Вот в контексте умирающей Европы Прибывающей в глубочайшем пессимизме И отчаянии Совершенно непонятно Почему у них там пессимизм и отчаяние А у нас бэушные гирлянды Вешают на полусгнившие елки Ну в Башкирии А в Уфе уныние дошло до того Что отменять даже новогодний салют Вот как-то не бьются вот эти все факторы между собой Но впрочем поверим Марии Захаровой И будем продолжать злорадствовать Так же как и ради хайбиров Которые без конца желают Европе умереть от холода Подводя итоги бизнес недели Муратов сообщил нам что В целом на этом мероприятии было подписано 30 инвест соглашений на общую сумму 93 миллиарда рублей 4 концессии на строительство 6 школ на 12 миллиардов рублей В сельскохозяйственной сфере Подпишено соглашение на 29 миллиардов рублей Вот слыша такие замечательные цифры И вот такие новости будущего Хочется процитировать песню Высоцкого Ну если правда оно Ну хотя бы на треть Остается одно Ну остается одно Жить лучше чем Татарстан Если все это окажется правдой Хотя бы на треть Как я уже и говорил Практически вся оперативка была неким парадом новостей будущего И явлением несуществующих достижений настоящего Примерно в этом же жанре случился и доклад Илшата Азаматовича Тажидинова О развитии особой экономической зоны Алга Как и обещал Хабиров Наша экономическая зона Алга Второй год подряд Признается самой динамичной Развивающейся особой экономической зоной России Она поднялась в рейтинге С 12 на 8 место И переместилась из умеренно привлекательных В достаточно привлекательные ОС Начал Тажидинов с повтора О том что в федеральном рейтинге Особая экономическая зона Алга Поднялась с 12 на 8 место И уже превратилась внимание Из умеренно привлекательной В достаточно привлекательного Того и гляди станет почти привлекательной Кстати говоря вот подобная игра терминами Характерна для тех ситуаций Когда докладчик не желает Называть вещи своими именами И начинает жонглировать всевозможными Вот такими вот прилагательными На данный момент по словам господина Тажидинова В особой экономической зоне Алга Присутствует 12 резидентов Которые намереваются Внимание это ключевое слово Намереваются вложить в открытую Особую экономическую зону Алга 42 миллиарда рублей И создать Это тоже ключевое слово В будущем создать Около 2000 рабочих мест Еще 5 резидентов Находятся в раздумьях Вступать ли им в эту секту В планах Вообще в планах На будущее Изготовление спортивной и специальной одежды Производство матрасов Перчаток Ароматических углеводородов Присадок для дизельного топлива Ну и конечно же кроношпан Из доклада Тажидинова Стало понятно что Кроношпан в общем то является Неким якорным инвестором В этой особой экономической зоне Это и не удивительно Тажидинов был Человеком который Изначально покровительствовал Этому странному предприятию На краю города Уфы Которое производит Древесные плиты И в основном Отправляет их на продажу в Китай Мы помним Как трогательно опекал Ильшат Азаматович Этот кроношпан Когда его строили На окраине Уфы Как брат Ильшата Азаматовича Нур Азаматович Все там строил Равнял И готовил Ну в общем там Такой семейный подрядик У них сложился Прямо Любо дорого смотреть Да и в покупке И предоставлении земли Под этот кроношпан Тажидинов Принял Горячее участие И вот теперь Тажидинов тащит Этот кроношпан В эту особую Экономическую зону Алга Собственно Удивляться нечему Что еще Стало известно Из доклада Тажидинова Это некие механизмы И показатели По которым Особая экономическая зона Может быть признана Состоявшаяся Речь идет о том Что Необходимо добиться Частных инвестиций В особую экономическую зону Из соотношения 5 рублей инвестиций На один Вложенный Бюджетный рубль Ну На данный момент Тажидинов утверждает Что это еще и больше Не знаю Кстати говоря Показательно Что Тажидинов Не называл Бюджетных сумм Которые Уже вложены И туда Потрачены На эту особую Экономическую зону Это очень важный показатель Мы должны понять Сколько же из бюджета Вытащено денег Вот этими Элшатом Азаматовичем Нуром Азаматовичем И всеми этими Азаматовичами Которые осваивают Вот эту вот тему Особой экономической зоны Алга Понимая Что Радий Фаритович Мужчина не очень Разбирающийся в экономике И в этих механизмах Понятно что И вот обвести Вокруг пальца Как говорится Раз-два И обчелся Но Есть еще и другие люди И другие органы Которые вполне могут Проанализировать Деятельность Азаматовичей Вокруг этой Экономической зоны И вот тут будет понятно Насколько Целесообразно было Вбухать туда Вот эти бюджетные миллиарды А может быть Имело смысл Например Купить парочку Скорых помощей Для города Белорецка Чтобы люди там Не умирали Прямо на улицах Но это у нас В будущем Но в целом Пока Доклад Тажетинова Прозвучал Как очередной Уже набившую Оскомину Доклад о новостях Будущего Впрочем Все это Очень нравится Радию Фаритовичу Он мало что понял Но Очень благодарно Улыбался Благодарил Обещал наградить В общем Ему нравится Вот такой жанр Завершил Хабиров Оперативное совещание Отдельным назиданием Главам муниципалитетов Не расслабляться И учитывать Непростые погодные условия Ледяные дожди Бураны Гололеды Ветер И метель Я глав муниципалитетов Хотел особое внимание Обратить Всех Разумеется С Уфы начинаем И всех Значит Погодные условия Непростые И снегопады И гололеды И ледяные дожди Очень непростые Погодные условия Ну работайте В том режиме В котором вы должны работать Мы Такая наша работа Поэтому я Буду очень строго С вас за это требовать Ну особенно Конечно Это касается Нашего Непутевого КВН-щика Мэра Уфы Примерно В тот же момент Когда Хабиров Произносил Это свое назидание Главам муниципалитетов В этот момент По Проспекту Салавата-Юлаева Неслась бурная река Растаявшей воды Потому что Опять у нас там Не работает Ливневка Сменилось Уже Четыре мэра А проблема Все там же Ни один из них Не берется ее решать Все занимаются Своими делами Этот например Строит себе Свой собственный Снегоплавильный завод Чтобы как говорится Было на что жить Ну Еще раз повторю Назидание Улучшать ситуацию В городах И муниципалитетах Конечно Прозвучало благостно Однако Боюсь что до ушей Глав муниципалитетов И отдельно до ушей Мавлиева Это все не долетело И Хабиров Просто сотрясал В данном случае Воздух Меня многие спрашивают Что нам делать Вот мы там пишем Мы там бьемся У нас там проблема У нас снег не убирают У нас там затопило Залило и прочее Честно говоря У меня нет ответа На этот вопрос Потому что Связи с Властями По сути нет Вернее как Вы конечно можете написать И Прочаковская Даже это куда-нибудь Там сотрет Но толку от этого Точно никакого не будет Что делать Я правда не знаю И напрашивается Здесь ответ Что спасение Утопающих Дело рук Самих Утопающих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok